В этом году погода баловала жителей небольшого северного городка, снега хоть и намело уже больше обычной нормы, морозов лютых пока не было, а это значит, что можно будет выйти после полуночи на центральную площадь, полюбоваться салютом, который обещали устроить для горожан, почувствовать ту праздничную атмосферу, которую, сидя дома, хоть и в дружной компании, никогда не ощутишь, а тут будто со всем миром празднуешь. Обычно в новогоднюю ночь стояли здесь морозы нестерпимые, так что и нос на улицу старались не высовывать. Некоторые, конечно, выбегали из дому, запускали парочку салютов и снова в припрыжку бежали домой. Остальные лишь из окон любовались красотой переливающихся фейерверков, а эта ночь многим запомнится предстоящими гуляниями и весельем. Но Юля не собиралась никуда выбираться, у нее были другие планы, о которых мечтала она уже очень давно. И вот сейчас, отработав непростую смену, девушка планировала день, чтобы все успеть, ничего не забыть. Юля проработала фельдшером на скорой помощи уже несколько лет, но до сих пор считалась молодой, начинающей. Другие сотрудники были гораздо опытнее. С одной стороны, это и хорошо, так девушка всегда могла обратиться к ним за помощью. С другой, именно на новенькую приходились все смены, совпадающие с праздниками. «Ты у нас молоденькая, незамужняя», – коллеги похлопывали Юлю по плечу. «А у нас, понимаешь, семьи, мужья, жены, дети, не можем же мы их в праздничный день одних оставить, ты уж подежурь». Но именно в этот раз Юля добилась того, чтобы работать 30 декабря, а утром 31 освободиться. Повлияло на ее настойчивость то, что у девушки в этом году появился любимый человек, и она надеялась встретить Новый год с ним в романтической обстановке. Правда, после отработанной на станции ночи она будет, как выжатый лимон. Но Юля надеялась, что до вечера ей удастся выкроить свободное время и поспать хоть парочку часов. И надо же, чтобы случилась такая незадача. На последнем вызове пришлось изрядно повозиться с дедом, который ухитрился сломать ногу в собственной квартире. Поскользнулся, упал, кости у стариков хрупкие, малейшее движение вызывало у дедушки такую боль, что он кричал. А ведь его предстояло положить на носилки, до машины донести. Хорошо, что старик был очень худенький, экипаж справился без посторонней помощи. Но вот снять боль... Юля уже уколола сильнейший препарат, но даже он не мог полностью справиться с задачей. А увеличивать дозу нельзя. Пока Юлия раздумывала, что ей делать дальше, позвонил Виктор. «Понимаешь, малыш, у нас не получится сегодня вместе посидеть». Юля даже осознать это не смогла в первые несколько секунд. А она-то была уверена, что нынче ночью услышат предложение руки и сердца. «А что случилось?» – просто спросила она. «Меня тут в командировку отправляют неожиданно». «На Новый год?» – изумилась девушка. «Вся страна отдыхать будет. Кто же станет работать, кроме экстренных служб? Наверняка речь идет хотя бы о втором января. И ты сможешь выехать завтра». Молодой человек помедлил с ответом. «Понимаешь, тут один мой сотрудник едет в ту сторону. У дядьки там родня, и он предложил меня подбросить. Это очень удобно, не придется самому добираться на перекладных. Зато мы с тобой потом отлично встретим Рождество. Мне выпишут премию, закажем столик в ресторане». Юлия очень расстроилась. А когда вместе со своим экипажем она возвращалась на станцию после последнего вызова, диспетчер передала срочное сообщение. На пригородной трассе произошло ДТП. Там несколько пострадавших. Всем экипажам, которые находятся рядом, срочно отправятся туда. Медсестра Арина только вздохнула, а шофер, разворачивая машину, не сдержался. «Ешкин кот! Я ж теперь на 9.40 опоздаю. Договорился с семьей, что мы на даче будем праздник отмечать, а туда одна-единственная электричка в день ходит. Да и, в общем, мне там нужно было быть пораньше, дом протопить, баньку, снег расчистить». Коллеги понимали, что Федор Иванович разочарован. Но шофера своего они любили. Много лет он трудился на скорой. Нужную улицу и дом находил с закрытыми глазами. Даже если речь шла о селах, прилегающих к городу. И всегда помогал перенести больного, когда требовалась мужская сила. «Федь, мы тебе на такси сбросимся», – сказала Арина. «Или к вам туда только поездом добраться можно». Федор Иванович махнул рукой. Юля же подумала, что ей спешить теперь совершенно некуда. Не нужно ей наряжаться. Не то у нее настроение, чтобы ехать к друзьям или родителям. А дома кто ее увидит? Сразу навалилась усталость. Надо будет заглянуть в кафе, что возле дома, взять какую-то закуску, салаты что ли, загружу их пока в холодильник и лягу спать. А вечером посижу, посмотрю телевизор. Полночь налью себе шампанского. Не надо так расстраиваться, ведь в принципе ничего страшного не произошло. Убеждала себя девушка. Виктор меня любит, у нас с ним впереди целая жизнь. Ну, сделает предложение на Рождество. Отсрочка-то всего на несколько дней. Зато на работе получит премию, будет на хорошем счету. Для семьи ведь очень важно, когда муж прилично зарабатывает. Но когда экипаж прибыл на место происшествия, Юля не поверила своим глазам. Авария случилась на одном из самых сложных участков дороги. Через лес трасса вела в отдаленный район города. Дорога узкая, серпантин. Каждый год тут обязательно бились машины. Гибли люди. Вот и сейчас в стороне на обочине лежал пожилой человек, и с первого взгляда было ясно, что помощь ему уже не требуется. Но не это поразило Юлию. В ходе ДТП столкнулись маршрутка и две легковые машины. В одной из них она увидела Виктора. И в первую минуту девушке изменил профессионализм. Как фельдшер, она должна была сначала разобраться в ситуации, оказать помощь самым тяжелым. Но она бросилась к той машине, где находился любимый. В эту минуту она даже не подумала о том, что Виктор тут делает. Важно было лишь одно – жив ли он, сильно ли пострадал. Он был жив, но без сознания, а рядом с ним на водительском сидении полулежала молодая женщина в норковой шубке, очень красивая. Из-под шубы виднелось вечернее платье, переливающееся стразами. Ясно, что Виктор отправился в путь не с коллегой, мужиком средних лет, который решил провести праздник с родней. Ее любимый собирался встретить Новый год с другой женщиной. Быстрый осмотр дал понять Юле, что тут вряд ли идет речь о тяжелых внутренних повреждениях. «Арина, займись вот этими», – велела она медсестре. «А я пока посмотрю других пострадавших». Пассажиры маршрутки были в целом в порядке. Ушибы, разбитый лоб у одного мужчины, у девушки, кажется, вывих плеча. Нужен рентген. Тяжелее всего пришлось тем, кто ехал в той и второй машине. Старик очень тяжелый. У его спутника, похоже, внутреннее кровотечение. Нужно срочно в хирургию. «Арина, вызывай подмогу, мы всех не заберем. Сейчас увезем этого товарища, а остальных пострадавших надо будет в травматологию. Федор Иванович, давайте носилки». Пока фельдшер распоряжалась, прибыл на ряд полицейских. В одном из сотрудников Юлия неожиданно узнала своего бывшего одноклассника – Никиту. Они давно не виделись, и в другое время Юля бы очень обрадовалась встрече с ним, но сейчас она лишь коротко обрисовала картину. Виктора и его подругу уже вынесли из покореженной машины, и Никита остановился, глядя на них. «Что тут?» – спросил он, и голос его звучал как-то странно. «Показатели неплохие, давление, пульс, сотрясение мозга, скорее всего». Присевшая на корточке Арина поднялась. «Сейчас их второй экипаж заберет». Ну и парочка. Встретили Новый год, так сказать. «Юля, едем?» И быстрее. У мужчины, похоже, разрыв селезенки. Федор Иванович – мигалку и сирену. В то утро Юля вернулась домой необычайно усталой. И в то же время она была слишком возбуждена, чтобы лечь и уснуть. Жизнь перевернулась в одно мгновение. Причем так кардинально, что нужно было решать, что теперь делать. Ясно, что оставаться с Виктором после такого она не сможет. Самым гнусным во всей этой истории было то, что он ее обманул. Если бы мужчина встретил другую женщину, которую полюбил и признался в этом ей, Юле, она сохранила бы к нему уважение и даже испытывала бы благодарность за то, что оказался честен. Но он врал ей в глаза, лгал в открытую, говорил про командировку, про начальство. Теперь ей стало ясно, что он собирался жить на две семьи. Обманывал и ее, и ту незнакомку. Впрочем, может быть, что как раз ту он не обманывал. Вероятно, он любил ее больше, чем Юлю, раз собрался провести с ней новогодний праздник. И может быть, предложение он собирался сделать как раз ей. Юля стремительно ходила по квартире, собирая и бросая в сумку все, что имело отношение к ее бывшему жениху, начиная от бритвы и заканчивая недочитанной книгой. Сложив все, она еще раз тщательно осмотрела шкафы, полки, тумбочки. Не хотела, чтобы у Виктора оставался повод лишний раз переступить порог ее квартиры. На пару минут Юля остановилась перед зеркалом. Ничего удивительного не было в том, что ее жених предпочел ту девицу. Ухоженная, накрашенная, с модной прической. Даже после аварии видно было, как она хороша. А Юля что? Рабочая лошадка. Никак не выберет время, чтобы сходить в парикмахерскую, хотя давно пора подстричься. И макияж накладывает редко, ведь ее вызывают к людям, которым плохо. И вдруг она явится к ним вся такая расфуфыренная. Она бы чувствовала неловкость, если бы приехала на вызов, нарядная точно в театр собралась. Теперь, когда вещи были собраны, предстояло позвонить матери Виктора. Юля вздохнула. Всегда тяжело сообщать родственникам, что их близкий попал в аварию. И хотя с сыном не случилось ничего особенно страшного, мать, конечно, помчится в больницу. Надо, чтобы за ахами и охами она успела ответить на вопрос, куда привезти пакеты с вещами. Юля потянулась к сумочке за телефоном и несколько мгновений спустя нахмурилась. Мобильника не было. Не обнаружила она его и в кармане пуховика. Только этого еще не хватало. Всего несколько дней назад она купила себе этот смартфон, о котором давно мечтала. Копила на него несколько месяцев, а свой простенький мобильный телефончик подарила знакомой старушке. Теперь же никаких надежд на то, что мобильник ей вернет тот, кто его нашел, не было. Слезы выступили на глазах девушки. Так она обиделась на судьбу. За что же валить на нее все сразу? И все-таки с матерью Виктора связаться надо было. Хорошо, что Юля помнила их домашний номер телефона наизусть. И выкупаться девушка хотела. Она включила воду, ванна стала наполняться. Пока же можно успеть сбегать к соседке, позвонить от нее. Валя была дома и, конечно, вся в предновогодних хлопотах. Но Юле она искренне обрадовалась. Как хорошо, что ты заглянула. Посмотри, пожалуйста, какое платье лучше надеть. Вот это более нарядное, со стразами. Я его покупала для корпоратива. А теперь боюсь, не слишком ли вычурно дома в нем праздновать. Может быть, лучше вам то? Оно, правда, летнее, но очень мне идет. Валентина тоже собиралась замуж и даже шутила, что они с Юлей, наверное, сыграют свадьбы в один день. Экономнее будет. Юля попросила мобильник и кратко сообщила матери Виктора о происшествии. Но насчет вещей узнать ничего не удалось. Женщина, услышав про аварию и больницу, вскрикнула и бросила трубку. Потом пришлось объяснять все Валентине, которая тоже начала вздыхать. Но разбитые надежды соседки волновали Валю все же меньше, чем собственный новогодний наряд. И она потащила Юлю в спальню, где на кровати и на креслах были разложены ее вещи. «Все-таки посмотри, что лучше будет смотреться, вон то или вот это? А тогда какие украшения выбрать? Да, я знаю, что жемчуг идет ко всему, но натурального-то у меня нет, а искусственный выглядит дешево». Юлия невольно включилась в обсуждение оваленных нарядов. Соседка рассказала, что долго колебалась в секонд-хенде. «Там продавали прелестное платье, но само осознание, что носишь вещь, которая кому-то стала не нужна…» «Вот мама у меня была мастерица», – вздыхала Валя. «Тогда ж в магазинах пустые полки были, а она выпросит на вечер у знакомых журнал-мод, выкройки сделает и через пару дней щеголяет в новом наряде, все в восторге». Когда Юля наконец вернулась домой, оторопела. Вода, которая переливалась через край ванны, уже не только собралась на полу в санузле, но и текла по коридору. Пришлось хвататься за ведро и тряпки. Соседи внизу только что сделали какой-то суперремонт, даже обои светящиеся наклеили. Если Юля их затопит, ей потом век не расплатится. Потная, грязная, взъерошенная – такой девушка закончила работу, а до Нового года всего-то несколько часов. Из продуктов она ничего так и не купила. Из имеющихся запасов можно было разве что винегрет состряпать, если прямо сейчас поставить овощи варить. Из кухни Юля все же поспешила в ванну, хотя бы душ принять, голову вымыть. И когда она с полотенцем на голове открыла дверь, дым вокруг сгустился такой, будто пожар начался. Девушка побежала в кухню и обнаружила, что свеклу и морковь она в кастрюлю положила, газ включила, а вот воду забыла налить. Овощи сгорели, кастрюля тоже была в плачевном состоянии. Юля распахнула форточку и, кашляя, стала махать полотенцем, чтобы воздух поскорее очистился. Бывают такие дни, когда неприятности сыплются, точно из рога изобилия. Остается только перетерпеть и верить, что это когда-нибудь закончится. Впрочем, кое-что Юля могла сделать и сама. Дома не осталось ничего, что можно было бы поставить на новогодний стол, только бутылка шампанского. У квартиры тоже был совсем не праздничный вид. Юлия взглянула на часы и поняла, что она успевает в кафе. Там работали две девушки, с которыми у нее сложились приятельские отношения. Девчонки нередко спрашивали у нее советы по медицинским вопросам, сами же упаковывали для Юли недорогие и вкусные блюда, которые в этот день подавали посетителям. Юлия частенько была так занята, что времени не оставалось стоять у плиты, и она покупала что-нибудь готовое. Вот и сегодня, когда Юля заглянула в кафе, Лена и Наташа искренне обрадовались ей. Посетовали, что почти все готовые блюда уже разобрали, но все же осталось несколько видов салатов, мясо по-французски, торт, прага. На праздник Юли должно было хватить с лихвой. Вернувшись домой, девушка забралась на табуретку, сняла с антресолей искусственную елочку, коробку с украшениями и дождем. В отдельном пакете хранились гирлянды. Квартира быстро преобразилась. Красные, зеленые, синие и золотые огоньки мерцали, ярко отражаясь в зеркалах. Оставалось только расстелить на столе свежую белую скатерть, поставить бокал один для себя, переложить салаты и горячее в красивые вазочки. Шампанское и торт ждали своего часа в холодильнике. Юлия включила телевизор, который смотрела очень редко, но сегодня один за другим там сменялись добрые старые фильмы, в чем-то наивные, но неизменно со счастливым сказочным финалом. Пусть же и у нее, Юли, все будет хорошо, а разные несчастья в следующем году пусть обходят ее стороной. Девушка не ждала никого в этот вечер. Все-таки Новый год – это семейный праздник. Каждый будет со своими родными. В доме напротив горели все окна. Скоро небо озарят огни тех самых фейерверков, что будут запускать на площади. Из окон Юлиной квартиры их видно было очень хорошо. И до рассвета не уснешь. Петарды, крики, песни. Соседская собачка Джоди опять будет испуганно взвизгивать и лаять, не понимая, что происходит вокруг. В одиннадцать часов в дверь позвонили. Юля машинально поправила платьице и в полном недоумении пошла открывать. Это, скорее всего, соседка, которая, наводя последний блеск на праздничный стол, заметила, что закончилась соль. А может, ей нужны несколько стульев для гостей. У Валентины много родни. Кто-то может неожиданно нагрянуть. Но на пороге стоял Никита. Тот самый бывший одноклассник, ставший полицейским, который приезжал сегодня на место ДТП. Никита протянул девушке телефон. «Ты потеряла». «Боже мой, как ты меня нашел?» – недоумевала Юля. Она искренне обрадовалась, ведь в душе уже простилась с мобильником навсегда. Для этого даже в полиции не надо работать. Просто открыл телефонную книгу, посмотрел контакты, нашел твою подружку Катьку Северцеву, позвонил ей и спросил твой адрес. «Знаешь, я очень тронута тем, что ты пришел сегодня, буквально перед самым праздником. Спасибо тебе огромное за телефон. И беги скорее домой, там твои, наверное, уже за стол садятся». «Да нет», – сказал Никита, и лицо у него почему-то было хмурое. «Можно я войду? У тебя, гляжу, тоже гостей нет, или я помешаю». «Что ты?» – посторонилась Юлия. «Конечно, проходи, я одна. Налить тебе шампанского, или ты за рулем?» «За рулем, но дело не в этом. Понимаешь, Юлька, не могу сейчас оставаться в одиночестве. Сегодня не могу. Мне бы выговориться. Но и тебе портить новогоднее настроение не стоит. У тебя, наверное, и своих забот хватает». Девушка только усмехнулась. В жизни ей немало доставалось. Не раз на ее руках умирали люди. И приходилось сообщать об этом близким. Вот вчера только. Муж с женой гуляли с внучкой, и женщина внезапно упала. Скорая приехала быстро, и Юля делала женщине массаж сердца, пыталась откачать ее. Но тщетно. Муж в шоке. Приехала на машине дочь, рыдала, заламывала руки. Тут уж пришлось с родственниками работать, приводить их в адекватное состояние. И душу Юли изливали тоже не раз. Бывало, измеряешь старушке давление. Плохо ей. А родня за стеной телевизор смотрит. Никому до бабушки и дела нет. И старушка, молодой фельдшерицы, все свои горести и обиды перескажет, смахивая выступающие на глазах слезы. «Так что у тебя произошло?» — спросила Юля Никиту. «Была у меня жена», — сказал он. За бесстрастным тоном Юлия почувствовала боль. До сегодняшнего дня была. Любимая, единственная, самая дорогая на свете. А сегодня она попала в аварию. «Вот это совпадение!» — ахнула Юля. «Тебя на одно ДТП вызвали, а она в другом пострадала. Погибла?» — «Нет. Это то самое происшествие. И ты сказала про нее, что травмы легкие. Позже в больнице это подтвердили». «Да-да, это та красотка в машине». «Я сегодня не должен был дежурить, но попросили подменить коллегу. Очень не хотелось, ведь я обещал Снежане, что Новый год мы встретим вместе. Но жена вроде бы поняла. Сказала, что ничего страшного. Назначить дежурить могут любого. Она тогда воспользуется случаем и поедет к родителям в деревню». «И вот деревню ту ты сегодня видела. С любовником была моя Снежана. Я потом прослушал запись разговора на видеорегистраторе. Давно у них уже этот роман, и они спорили. Этот Виктор говорил Снежке, чтобы она поскорее разводилась. У него есть невеста, он ее держит как запасной вариант. Но дальше тянуть нельзя. Надо или предложение делать, или расставаться. Так что, если Снежана хочет, чтобы они были вместе, она уйдет от мужа, а Виктор бросит свою подружку. Если же нет, тогда Виктор тоже женится». Снежана просила любовника еще немного подождать. «Дело в том, что мы с ней собрались квартиру покупать. Я работал сверхурочно, в свободные часы помогал другу, который занимается ремонтом машин. Да еще после смерти бабушки мне досталась однокомнатная хрущевка. Мы хотели ее продать, доложить накопленные средства и взять приличную двушку. Я-то дурак надеялся, что одна из комнат скоро станет детской. А оказалось, Снежана думала о другом. Она хотела, чтобы ей больше досталось при разводе». Никита сидел, опустив голову, и Юля поняла, что он сейчас не очень хорошо соображает. Она вспомнила, что подобное случалось с ним и раньше. В школе он был отличником, шел на золотую медаль. Но классная руководительница не взлюбила мальчика. По ее мнению, гордостью школы должна была стать Света Чернышева, чей отец возглавлял крупный банк. Светка была в целом девчонка неплохая, старательная, но недалекая. И то, как примитивно она отвечала на вопросы учителей, двух слов связать не могла. Становилась особенно заметна на фоне блестящих ответов Никиты. Тогда классная стала всячески парня унижать. Цеплялась к каждой его фразе, старалась сбить с толку, а когда это сделать не удавалось, обязательно подсмеивалась над внешним видом Никиты. Его джемпером, который связала бабушка, его заштопанными брюками. Тут уж у парня не было аргументов, чтобы отстаивать себя. Не скажешь же учительнице, что она выглядит, как жирная корова, наряженная в дорогие вещи, и ведет себя подло и недостойно. Тогда Никита замкнулся. Он перестал поднимать руку, на уроках молчал, отделываясь односложными ответами. И даже в сочинениях уже излагал не свои мысли, а переписывал мнения известных литературоведов. В дневнике вместо пятерок запестрили четверки и тройки. Золотая медаль досталась Светке. На выпускной вечер парень не пришел. Класс тогда выразил протест, как мог. Когда в актовом зале вручали аттестаты, и Света Чернышева поднялась на сцену, классная руководительница заливалась соловьем. «Лучшая ученица! Большое будущее!» Учительница решила устроить овацию, ведь в зале сидел отец Светланы. И женщина первая захлопала в ладоши, приглашая всех присоединиться к ней. Но никто из ребят ее не поддержал. Молчание было настолько вызывающим, что Света расплакалась и сбежала со сцены, сжимая в руках аттестат. И тогда выпускники стали скандировать. «Никита! Лучший!» Юля вспомнила, что в последние школьные месяцы Никита был таким же замкнутым, как вот сейчас. Ей хотелось сказать ему, что он выбрал не ту девушку, что Снежана слишком любит себя и тянется к роскошной жизни, что будущего с такой женой у Никиты все равно не было. Но Юля сейчас была ранена сама. Она посидела немного, собираясь с духом, а потом просто подошла и погладила мужчину по голове, как маленького, и сказала «Все пройдет, все образуется, вот увидишь». «Ты думаешь?» Он поднял на нее глаза. «Я был у Снежаны в больнице. Она пришла в себя, все нормально, полежит недельку, и после праздников ее выпишут. Я сказал, что мы сразу подадим заявление на развод». «А она что, согласилась?» «А какие варианты? Скрывать правду, продолжать лгать, обманывать меня уже невозможно. Знаешь, когда мы встретились, это была такая невинная девочка с ясными глазами. Хотелось взять ее за руку и так вести по жизни, от всего защищать. А оказалось, что на самом деле это расчетливый и лицемерный человек». «Ну что ж, тогда ты правильно сделаешь, если исправишь ошибку. Ты еще молод, встретишь другую, настоящую». «А у тебя как сложилась жизнь?» спросил Никита устало. «Давно хотел тебя увидеть, да все не получалось. Я знал, что ты пошла в медицину, но не предполагал, что ездишь на скорой, спасаешь жизни». «Может быть, я и хотела бы занять какое-то более тихое место, но именно на скорой – острый дефицит кадров. Так что…» Юля пожала плечами. «Живу работой, сам понимаешь». «А семья, муж, дети». «Как сегодня выяснилось, мой жених – любовник твоей супруги». «А я, значит, та самая невеста-запасной вариант». Теперь Никита смотрел на нее потрясенно. «Вот, значит, как», – выговорил он. «Прости, что я так вывалил все это. Мне же и в голову не могло прийти, что ты замешана в данной истории». «Как видишь, и поверь, мне тоже очень больно. Но мне нельзя раскисать. Сегодня уж, раз это все так внезапно навалилось, расслаблюсь, посижу с бокалом шампанского, завтра отосплюсь, а послезавтра выйду на дежурство бодрячком. Нагрузка сейчас очень большая, девочки буквально падают. Так что придется держать себя в руках, заменить меня некем». «Ну что ты так смотришь? Я уж, наверное, совсем плохо выгляжу. Уставшая, постаревшая. Не до себя мне было, Никит. Твоя жена – другое дело. Она красавица. Может, ты и передумаешь с ней разводиться. Помиритесь еще». «Я ее видеть даже не хочу», – сказал Никита. «А в школе я был влюблен в тебя. Никогда не замечала?» «Нет. Ты очень умело все скрывал, если испытывал ко мне чувства. И ты мне тоже нравился больше всех мальчишек. Но тебя все считали звездой. Куда мне было дотянуться? Такой умный, красивый». «А мне было стыдно, что я так плохо одет. Ничего не могу подарить девушке и пригласить ее куда-нибудь не в моих возможностях. У нас же была многодетная семья. Я подрабатывал, но каждую копейку маме отдавал». «А я в этом плане не избалована. Если бы ты хотел позвать меня на свидание, могли бы просто погулять». Родители растили нас в строгости. Отец летал на север, потом продал акции, помог нам с сестрой с жильем. Я внесла первый взнос за ипотеку. У сестры уже своя семья, муж, дети. Добавили полученную от отца сумму к материнскому капиталу и тоже купили жилье. Ну, а на жизнь я зарабатываю, хватает. Когда папа с мамой выйдут на пенсию, буду им помогать». «Юля», – сказал Никита, – «отнял я у тебя время. До Нового года несколько минут осталось. Мне, наверное, пора». «Ну, куда ты уйдешь?» Девушка достала из холодильника бутылку шампанского. «Открой, пожалуйста, сам. В Вену я попадаю безотказно, когда делаю уколы. А вот со всем прочим у меня проблемы. Руки-крюки». Спустя минуту Никита разливал искрящийся напиток по бокалам. «За что?» – спросила Юля, поднимая свой фужер. «Просто за Новый год? Чтобы все беды остались в прошлом?» «Знаешь, этого как-то мало. Хочется не только, чтобы не было горя. Счастья хочется, понимаешь, вопреки всему. Может быть, если мы не поняли друг друга тогда, не открылись в своих чувствах, попробуем сейчас. Начнем с чистого листа. Я верю, что у нас все получится». «Хорошо», – тихо сказала Юля. «Давай попробуем». А через три месяца после этой новогодней ночи они расписались, чтобы не расставаться больше никогда.